Образ будущего нашего региона стал осязаем. Краевые депутаты утвердили стратегию социально-экономического развития Алтайского края на ближайшие 15 лет. Проект разрабатывало правительство края под руководством губернатора Виктора Томенко. Документ обсуждали в общественной палате и рассматривали эксперты. В мае стратегию одобрила Минэкономразвитие страны. Теперь же его утверждают парламентарии. В документе «Плюсы и минусы экономики региона. Состояние экологии. Вместе с тем, цели и задачи края до 2035 года». Определяющую роль в развитии отдано агропромышленному комплексу Алтайского края. Он определяет сегодня экономику. Он определяет развитие сегодня и промышленности, машиностроения, химической промышленности и, безусловно, в первую очередь глубокую переработку нашей продукции. Все единогласно сказали, стратегию надо принимать и поддержать. Единственная просьба, чтобы этот документ не лежал до 1935 года на полке. Первое чтение этого законопроекта состоялось еще в 2019 году. Его отправили на доработку, затем рассмотрению помешала пандемия. Сейчас же перед депутатами большой ориентир развития, а того и цели для края большие. Он должен стать территорией творческого созидания, позитивной энергии развития, реализации гражданских инициатив. Но не стоит забывать, что все эти высокие миссии можно реализовать только если действительно нам удастся добиться исполнения реализации первичных, скажем так, базовых потребностей населения. А это как раз и располагаемые реальные денежные доходы, о чем я уже сказал, росты к 2035 в 1,7 раза. Это и темпы роста номинальной зарплаты. Без споров обсуждений не обошлось. В частности, парламентарии обращали внимание на конечную цель благосостояния конкретного жителя и вносили предложения для последующих шагов. Если мы не разработаем, наши коллеги, которые придут после нас, не разработают сегодня отдельную программу, демографическую для Алтайского края, данная концепция не будет работать. Нам некому будет повышать заработную плату, нам не с кем будет выполнять те задачи, которые поставлены. Большинством голосов стратегию приняли. К слову, это было одно из последних важных решений краевых депутатов седьмого созыва. Виктор Томенко, который присутствовал на сессиях ЭКЗС с 2018 года, поблагодарил депутатов за совместную работу и подчеркнул результативность сотрудничества исполнительной и законодательной ветвей власти. Парламентарии впроводили, вот школьников пора встречать. Подготовку к новому учебному году обсуждали в правительстве региона. Линейки в День знаний пройдут для первоклассников, 9 классы и 11 классы, в соответствии с рекомендациями. Учебный год мы начинаем очно, но в режиме, так скажем, по второму принципу из четырех, которые мы применяли в прошлом году. Это различные входы, скользящее расписание, кабинетная система и соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм. В образовательных учреждениях есть рециркуляторы, бактерицидные лампы, термометры. В школах строго следят за вакцинированием. Привито почти 62% сотрудников. Однако в ходе доклада у главы региона возникали вопросы. Общая цифра, она важна, но в данном случае хотелось бы нам понимать расклад по юридическим лицам. То есть из 1317 организаций. В скольких меньше 60% вакцинация на сегодня? Вот что же нас интересует. Может быть где-то 100, а где-то может быть и 40. В целом же к учебному году готовы все образовательные учреждения края, подчеркнула Светлана Говорухина. А вот учителей не хватает, и этим вопросом в Миноборь занимаются. Способы, которыми мы решаем эту проблему – привлечение молодых специалистов, перераспределение нагрузки, переподготовка кадров, а также трудоустройство специалистов из других регионов. К 1 сентября тема вакансий будет закрыта данными механизмами полностью. К этому дню в школу «Края» открыты почти 3000 вакансий преподавателей. И тем не менее, благодаря тому, что учителя берут на себя несколько ставок, этой осенью школы «Края» примут 280 тысяч детей. Анастасия Драган, День с толком.